всем привет как всегда спасибо вам за то что вы здесь что вы смотрите вот это все за то что вы слушайте музыку и любите и это главное потому что музыка делает нас лучше а может быть и не делает может быть она ничего не делает а просто доставляет удовольствие а это тоже немаловажно того что удовольствий в жизни очень много лишним никогда не бывает тем более что это духовная все таки вещь и ведь кто из нас в молодости не увлекался оккультизмом и всякими разными таинственными течениями мысли направлениями покажите мне такого человека я таких не знаю сам я увлекался очень плотно сидел на этом деле ну я думаю что каждый сидел в крайнем случае смотрел фильмы ужасов это тоже в ту сторону тяга такая присутствует это я почему говорю к тому что дэвид боу и тоже увлекался оккультизмом в юности в молодые годы и не только оккультизмом а вообще разными направлениями мысли в частности творениями ницше что отразилось на его творчестве но это такая предыстория а я вспомнил пластинку вот эту домен хусал the world 1970 год по факту это как бы второй альбом дэвида боуви на самом деле 3 но о первом как-нибудь я отдельно поговорю 1 альбом существует несколько вариантов с разным порядком песен причем непонятно даже ведь много у меня штуки три по моему вариантов 1 так называемого первого альбома где ранние записи ранних песен раннего дэвида боу и вот совсем почти не похожих на то что он стал делать дальше ну а это вторая пластинка которая в общем сделала его уже так серьезно популярным персонажем серьезно популярным артистом по крайней мере в америке пластинка была очень популярна тогда мы хусал дров в англии менее популярна но тем не менее менее тем не менее пошла в народ и из андеграундного певца который в юности бегал на концерты торинозаврус рекс и раскрыв рот смотрел на марка боуна будет превратился уже в большую звезду не самую большую еще если говорить об англии не самую большую если говорить об америке но уже достаточно яркую чтобы его знали массы ну пластинка на самом деле очень хорошие это не не первый альбом болви который я услышал и я услышал его гораздо позже чем даже чем station to station например или чем young americans и чем ханки-дори у меня знакомство началось вот этих альбомов дэвид лайф концертный двойник я очень любил и с виктором робертович робертовичем цоем мы его слушали много-много раз дэвид лайф я его покажу расскажу это очень хороший концертный альбом хотя самому болви он не нравился насколько я помню насколько я читал суд какие-то были у него претензии к ним но тем не менее что осталось то осталось у нас и я с удовольствием пластинку слушать но я возвращаюсь к этой вот штуки 1970 год что это такое было в 1970 году это было время тяжелого рока прорыв тяжелого рока 70 71 год записан в семидесятом году вышел по моему 71 все-таки думать о солдроволт если я не ошибаюсь может быть ошибаюсь но как вы знаете я не слежу особенно за датами за временем то есть там плюс-минус год это для меня легко вот hard rock да в англии это просто вовсю deep apple black sabbath led zeppelin а в америке еще и пуще потому что deep apple были в америке куда популярнее чем в англии в то время хотя уже тоже конечно in rock вышел уже все там пошла пошла такая пьянка что небо жарко становилось а про ладзепелина говорить нечего даже джет ротал играли концерты совместные с ладзепелин и играли с такой же яростью с таким же грохотом как и этот самый дирижабль но и боуи не мог конечно остаться в стороне после первого фолкового альбома вышло грандиозное тяжелое полотно самый нам тяжелый альбом дэвида боуи в смысле не в смысле восприятия а в смысле гитарного грохота гитарно-барабанно-басового синтезаторного грохота и пения конечно же спета здесь умопомрачительно несмотря на то что опыт еще не пришел вокальный к дэвиду но он показал здесь будьте нате уже свои голосовые возможности в полный рост в каждой песне и эта пластинка она музыкально хотя дэвид открещивался от разнообразных влияний и говорил что таких сочетаний аккордов никто не играл и никто не играет в популярной музыке естественно но что касается структуры песен я нахожусь здесь ну это опять-таки мое мнение с не можно не соглашаться но я нахожу здесь некую параллель с сочинительством питера таунсенда в группе the who о которой недавно говорил что я имею ввиду я имею ввиду песни из нескольких частей песни грандиозные с каким-то таким около классическим посылом около оперным около симфоническим около около грандиозным то есть это если говорить о black sabbath да то есть там понятно все песенная структура внятная понятная и достаточно простая но что касается там саббат булди саббат например булди саббат здесь немножко конечно крем уже в сторону таких сложных историй присутствует но в принципе там первые четыре альбома там так все достаточно прямолинейно а здесь так же как у дыху размах заездами просто в серьезного большую музыку несмотря на то что тяжелый рок так уж получилось и песню одна лучше другой состав прекрасный состав музыкантов это основа будущий группы despides on mars миг ронсон появился здесь исключительный гитарист миг удманси ударные давид боу и понятно гитара вокал тони висконте продюсер сыграл здесь на бас-гитаре на фортепиано и спел кое-где и на вас гитаре он играет здесь потрясающе конечно бас-гитара так громко ревет так она выведена вперед а висконте продюсеровал альбом он его сводил он его аранжировал и видимо себя показал в полной мере особенно в песне шишут me cold на второй стороне третья вещь там такое вибрато на бас-гитаре сумасшедшая как всегда как как я уже говорил самого начала песня тоже из нескольких частей состоит со сменой динамики со сменой даже гармонии со сменой ритмического рисунка и когда вот в этой пьесе песни боуи прекращает петь начинается начинается инструментальный кусок бас-гитара выходит на первый план и дикая совершенно я бы не сказал что профессиональная я бы сказал что абсолютно панковская какое-то вибратор такое просто прет но это не смешно это очень интересно слушать и так неожиданно довольно так такие басовые поливы как мы говорили в детстве происходит хотя конечно есть бас-гитаристы и покруче но такая бодрость такая наглость с которой тони висконте тут на всем альбоме сыграл хорошо кстати говоря сыграл много очень и здорово вот такой такой свежести я не слышал нигде she shoot me cold и мне кажется сама песня которая начинается с вау-гитары ронсона тяжелые и она очень тяжелая это какой-то такой отсылка дзеппель мне такое ощущение что по названию что по структуре самой песни ну а в остальном пластинка как я в самом начале уже от своего монолога говорил пронизана вся не то чтобы оккультизмом но поисками новых попытками осмысления себя с другой стороны вот как я скажу что касается песни the superman последний это просто как говорил заратустра так говорил заратустра это это все здравствуй сверхчеловек это грохот летавр мрачная довольно штука грандиозная такая кого слова грандиозная часто употребляю но это это действительно так вот достаточно послушать эту песню супермен это это просто вот какая-то такая ох 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 классика здравствуй прогрессив рог не люблю эти определения но вот здесь в полный рост просто все гремит грохочет все красиво и симфонично и круто the man who sold the world я с конца пошел начало заглавная песня очень красивая ну просто очень красивая с латиноамериканскими такими ритмами которые спрятаны под все таки прямую рок-структуру вот эти трещотки там такие все прозрачно нежно мелодично прекрасно спета и и и и и трепетно и это одна из двух песен которые не не подпадают вот понятие тяжелый рок вторая из таких песен это after all которая завершает первую сторону это какая-то такая психоделическая космическая история с акустической гитарой но синтезаторами понятно синтезаторах играет кстати здесь человек которого зовут ральф мэйс ему на тот момент времени было 40 лет и он был классическим концертным пианистом который после записи этого альбома пошел уже куда-то в симфоническую музыку совсем вернулся точнее пошел из нее не уходил никогда вот привлекли такого метра бог и привлек такого метра он делает всю синтезаторную работу и синтезатор на это самая работа она везде здесь интересно но в песне север север машин 2 на второй стороне там такие просто классические улеты синтезаторные очень красивые очень торжественные очень музыкальные но еще бы классический пианист и он там показал себя с лучшей стороны примерно так же как рик вейкман на следующем альбоме ханки дори с дэвид умел привлекать настоящих больших музыкантов и они с удовольствием шли на сотрудничество потому что песни очень мощные композиторские они очень мощные очень интересные очень необычные и очень грамотно написаны вот что удивительно хотя может быть и не удивительно потому что был это все-таки профессиональный музыкант который играл на саксофоне на фортепиано на гитаре и все тут все там с понимание музыки в порядке у него было ранган блюз на второй стороне достаточно бешеная песня что-то там про вьетнамскую войну осмысление вьетнамской войны и она такая яростная яростная жесткая странная начинается мягенько с акустической гитары а потом врубается уже настоящее безумие настоящее бешенство ну а первая сторона вы были сокол первый номер восемь минут который не то что там из трех частей состоит а состоит из нескольких песен вместе взятых и вот а эта штука то и напоминает мне музыку группа дыху своей сложностью своей вот этой многочистевостью все-таки в 70-м 70 первом годах такого мало кто играл так называемых прогрессив групп было много но они были такие прямо вот мы играем прогрессив рог и пошли вот играть какие-то протяжные такие сложные якобы полотна грандиозные а это рок-песни несмотря на то что всего восемь минут целых восемь минут точнее это все равно это рок-песня это грохот гитар барабанов но наворочено столько там внутри микрон сын прекрасно играет прекрасное соло здесь у него удивительное совершенно и не характерно для хард-рока совершенно потому что тогда 70 71 год хард-рок играли уже достаточно понятно как пентатоника пошла вперед и пошли блюзовые вот эти самые бенды скоростные пассажи еще а здесь шин другая история но ронсон у него своя манера узнаваемый свой тембр свой звук и все очень необычно интересно black country rock замечательный номер название говорит само за себя black country rock ставите и получаете black country rock old madman вторая песня на первой стороне тоже грандиозно спето с бэк-вокалами с каким-то хоровым подъемом в конце таким душераздирающим я бы сказал общем пластинка очень мощная очень цельная она очень цельная из нее ничего нельзя выкинуть она скомпонована идеально и все песни просто очень хороши ничего лишнего здесь нет ни одного проходного номера одна за другой идут такая рассказывается история последовательная с началом с концом с развитием хотя альбом в общем не концептуальный просто рок альбом просто отличный рок альбом the man who sold the world david bowie очень рекомендую обложки существует кстати четыре варианта это самый последний вариант который вышел в 72 году вот эта обложка до этого было еще три совершенно других о них я потом расскажу в другой раз как нибудь ну это такая самая массовая скажу пошел пить пока пока